Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудр-Воронцов. И сегодня я вам хочу рассказать то, как у меня началось утро. Мне пришлось, грубо говоря, уже несколько раз снимать вдохновляющее видео для вас. Меня это уже веселит, потому что с первого раза мне не получилось, так как мой телефон сказал, что память заполнена, и моё видео прервалось, в котором я рассказывала то, какое у меня было хорошее настроение, какое оно мне было радостное и вдохновляющее. Но она у меня оборвалась, и я попыталась почистить память. Удалила какие-то старые видео, какие-то фотографии ненужные, но всё равно памяти недостаточно было. И я перезагружала его. И что смогла, удалила, переслала на диск, но память всё равно не освобождалась. И я уже воспользовалась с помощью шнура, чтобы переслать на компьютер, хотя бы убрать эти файлы ещё. Но по каким-то причинам я, возможно, не очень хорошо разбираюсь в электронике, что как там делать с компьютером, но тем не менее я это делала, у меня всё получалось. А в данный момент почему-то этот же шнур, который мне пользовалась, он теперь работает только как зарядка, и я не могу передать эти файлы. И в итоге моё утро превратилось в такое напряжение, что мне нужно снять видео. У меня как раз хорошее было настроение, столько было радости, вдохновения. И в итоге я потратила кучу времени на чистку телефона, на передачу этих файлов, на то, чтобы настроить, там, какая-то программа потом скачивать. В общем, у меня ушло на это, наверное, больше часа времени. И в итоге шнур всё равно не заработал, пока я дождалась своего молодого человека, и он мне, в общем-то, помог с этим справиться. Но уже позже я взяла его телефон и записываю теперь видео на его телефон. Но сам процесс, боже, это столько всяких усилий было, чтобы это всё сделать. Нервы! Я уже нервничала, я уже злилась даже. Но сейчас мне со стороны уже просто смешно. Казалось бы, это такая простая вещь — снять видео, подумаешь, что память переполнена, почистить. Но у меня ещё есть некие сжатые рамки по времени, чтобы вовремя это всё сделать, и мне не получается. Вы представляете? У меня столько усилий, столько энергии, столько всего было потрачено на то, чтобы это всё сделать. Но в итоге, в общем, что хочу сказать. Утро у меня удалось, оно было уже разным. В самом начале, как я только проснулась, то это было такое какое-то даже некое умиротворённое состояние тем, что я уже дома, я, наконец, дома. Я спала на своей прекрасной постели, на своей подушке, которая... Знаете, такое ощущение — долгожданная встреча. Я за ней соскучилась, действительно. И я так воодушевлена была этим состоянием, о котором делилась с вами в видео первом, которое я снимала. И вот как дальше потекло моё утро. Оно было разным, оно было с разными эмоциями, и хорошими, и не очень хорошими. И в итоге сейчас я просто уже смеюсь над этой ситуацией. Мне смешно, реально. Просто кажется, это так просто, это всё мелочи такие, но вот у меня возникли такие сложности. И, конечно же, это не зря всё нам даётся. Сейчас нужно будет наладить этот процесс, почистить всю память, чтобы у меня уже не возникало этих вопросов, и я могла быстро всё это решить. Что хочу сказать. Находите в любых, даже в таких ситуациях, казалось бы, из-за которых можно нервничать, злиться, тоже позитив, с чего можно посмеяться. И вообще смотрите на ситуацию более критично, с позитивом я имею в виду, с тем, что во всём есть доля шутки, так сказать, доля правды. И ко всему стоит относиться с позитивом. Чего я вам желаю, желаю вам смеяться над собой, желаю смеяться и находить радость во всех своих ситуациях, даже сложных. И это помогает смотреть на жизнь проще и с позитивом. Всё. Была рада с вами поговорить, поделиться своим позитивом. Всем хорошего дня. С вами была Татьяна и полная практика прощения с GreenMyLife и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы зажигаем звёзды на яркой стороне. Ты знаешь и я знаю, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Всем пока.